Что пишут зрители? Ну что, где люди, которые пишут про любовь и так далее? Вот пример. Писали, мол, куры любят карапуза. Во вам пример. Дело в том, что у кур, у них есть такое понятие, как то ли статус петуха, но я его назову так, скорее всего. Я ещё не знаю, как это назвать. Мне кажется, лучше это слово подойдёт, как подходящий ли петух. Насколько он им нравится. Дело в том, что не всем курам нравятся все петухи. Это нельзя сказать полноценная любовь. Дело в том, что у них это немножко по-другому как-то развито. Ну, скажем так, петух должен быть половозрелый, он должен быть взрослый, сильный, с большими крыльями. У него должна быть яркий грибишок, крупная оборотка. Ну, и он должен подзывать кур к еде, всё время что-то искать. Вот это им нравится. Скажем так. Вот такой вот пример. Привет, спасибо. Замечательное видео. Дружим взаимно. Ну, раз вы подписались, ладно, подпишусь я на ваш. Вот ещё интересный вопрос от Муслимус Галиани. Арсений, зачем такие короткие видео? Там где-то на 45 секунд. Ну, так получилось. Если хотите, чтобы я снимал подольше, я могу снимать дольше. Но дело в том, что я просто не знал, что дальше говорить. Это, как бы сказать, довольно сложно что-то придумывать, какой-то сюжет. Особенно, когда я видео выпускаю по два раза в день. Нужно придумывать какие-то новые сюжеты. Да так же, чтобы зрителям понравилось. Потому что, если зрителям не нравится, то тогда уже начинается писать. Ну, ты одно и то же снимаешь. Зачем одно и то же показывать. Ты, в общем, там туда-сюда. Здесь я просто, в этом видео я показал то, что они просто растут. Уют для цыплят. Мне понравилось, как они купаются вокруг курочки. Курочка купается. Курочка мамочка. Она же квочка. Она же квуша. Она же квахтуша. И мне захотелось снять именно такое коротенькое видео. Вот такой вот домашний уют. Также я очень счастлив тем, что эта курочка не бросила цыплят, когда начала сносить яйца. У неё сегодня тоже было яйцо. Седьмое у нас сегодня, да, седьмое сентября. Пятница. Любимый день трудящихся. Так что, поэтому такие короткие видео. Если хотите, чтобы я снимал дольше, но тогда текста будет, возможно, меньше. Я буду их показывать больше, но я просто был тогда не готов. Я считаю, что когда я не могу что-то рассказывать дольше, я стараюсь завершить. Конечно, хотелось бы подольше. С этим я согласен. Ставим лайк. А сколько цыплятам, спрашивает Олеся, настоящая работа в интернете? Кстати, если вас интересует работа в интернете, пожалуйста, заходите. А сколько цыплятам? У мамы Клушка в полтора месяца цыплятам нестись начала. Ну, наверное, вместе с цыплятами. Ходила и начала нестись. Да, моя уже начала нестись. То есть, у неё уже где-то, скажем так, то ли пятое яйцо, то ли шестое, трудно сказать, я не считал. Несётся она от раза в сутки до трёх раз в трёх суток, так скажем. Где-то она начала нестись в конце августа. И цыплятам я уже не помню, когда они вылупились. 29-го, по-моему, июля. То есть, им уже чуть больше месяца. Месяца и неделя. Или около того. Уже даже больше, чем неделя. Там же 31 день в августе. Вот ещё вопрос. Мордерсан – это порода или имя? Тут такой смайлик такой вот смеющийся. Это имя, данное моим, так скажем, другом по Ютубу. Дело в том, что взаимные подписки, когда я начинал свой канал вести, я применял взаимные подписки. Где-то до 135 подписчиков. Потом я решил это дело закрыть. Я не отписывался, но многие почему-то отписались. Ну, разве и отписались, значит, отписались. Кстати, если вы решили подписаться на мой канал, я на вас подписался. Я не всегда буду комментировать ваши видео, потому что мне просто некогда этим заниматься. Карапуз возвращается для встречи. Восьмёрка и три скобки. Значит, понравилось. Значит, Магомед Шахбанов пишет. Весь интерес портит, когда не по новизне закидываешь видео. Но мне трудно сказать, это было сентябрьское видео. То есть, когда я снимал его 2 сентября или 3. Да, это, конечно, не совсем свежее. Вполне возможно, что у меня будет оптоволоконный интернет. И тогда можно будет прямо вести стрим с Курятника. Тогда вы будете видеть их всех прямо оттуда. Там, где они есть. Тогда будет так. Кстати, что он там написал? А, это я написал. Два. Дело в том, что очень часто, если плохая связь, то YouTube дублирует и почему-то по 2 раза пишет. Значит, один этот я удаляю. Такое неприятное. Сверчок курица или петух? Я уже не помню, сверчок было курица или петух. Просто я назвал, потому что так пела. Очень громко пищало. Такой звук издавало. Пронзительный. Так, тоже видео. Старое видео непривычно видеть дядю таким. Дядю таким, наверное. Ну, опять же, я не знаю, когда точно снимал. Это было в сентябре 2018 года. То есть, это довольно-таки свежее. Просто, ну, так получилось. Да, это было не вчера. Люди вот написали, Мордерсан крышует дядю. Это выглядит так. Мы можем писать что угодно, но на самом деле там происходили такие вещи. Когда дядя сидел на ящике. Ящики там из пандус и сетки. Дядя прятался за Мордерсаном. От красного перца, как я его называю, императора. Дело в том, что император очень, ну, так скажем, он хотел подраться с дядей. А дядя все время убегал. Дядя все время хотел на куриную территорию. На большой курятник. Но каким-то образом у него это все не получалось. Мы знаем-то каким. Не будем тыкать пальцем. Да. Поэтому, поэтому такое вот произошло. И он его настолько боялся, что он забивался в щель, и там выглядывал один хвост. Этот подходил император и переживал за то, что он не может ни с кем подраться. А Мордерсан не дрался. Он просто стоит себе, как столб, спадает в ступор, так скажем, и не дерется. Он просто ничего не делает. Но тоже бывает, прячется, в этот раз он не прятался. И вот тут пишут, Мордерсан его боится. И это старое видео. Ну, что значит старое видео? Новое дядя не побитый. Летом петухи гуляли только поздно вечерами. Поставим лайк. Мордерсан его боится. Ну, теперь неизвестно, кто там кого боится. Дело в том, что... С чего вы взяли, что дядя его боится? Дело в том, что все как-то происходит не так, как мы видим, а немножко по-другому. Там дядя не просто потерял статус. Он потерял статус. Плюс это еще он считает чужой территорией. И он все время, когда выбегал, он бился головой об сетку. Ну, я этого показывать не буду, поэтому... Так как считается это неприличным на ютубе. Ну, значит, не буду показывать. Дядя до смерти боится петухов и прячется за Мордерсана. Нет. Дядя до смерти боится. Ну, он там, в общем, он и боится. И он боится еще из-за того, что это не его территория. Вот такое там довольно сложное. То есть, нельзя сказать, что он что-то боится, что-то не боится. Андрей Егошин. Да, вы по ходу, новый зритель, спросите у Арсения, боится ли дядя Мордерсана. Ну, в общем, я ответил на этот вопрос, что там несколько сложно. И по иерархии Мордерсан ниже, чем дядя, получается. А в петушарне, они получаются оба низкого статуса. Но там уже каждый сам за себя, и они между собой никак не контактируют. Ну, только разве что они сидели. Так, лучшее место для персиков в саду. Красивая зелень осенью. Да, осенью, как ни странно, была красивая зелень, поэтому удалось такое видео снять. Вот. Вот интересный вопрос. Нельзя же скорлупу целой давать? Ух, не могу прочитать имя. Ахметов. Значит, про скорлупу. Такая вещь. Если куры видят скорлупу, в любом количестве они будут ее есть. Но это не обязательно, что они начнут клевать яйца. Яйца клюют немножко по другим причинам. Пока еще я точно не могу сказать, но в основном это из-за того, что они несут зимой в тонкой скорлупе, и она лопается. Они начинают съедать это яйцо. В любом случае они съедают все, что можно съесть. Весь любой белок. И мышь могут съесть, и даже каннибализмом заняться. Но не обязательно, что они будут есть целые яйца. Если куры начинают бить яйца, а бьют они по нескольким причинам, по крайней мере две причины я знаю. Это когда курица начинает высиживать яйца, она начинает бить, но я не буду углубляться в этот вопрос. И второй вопрос курица когда сносит яйцо, бывает вот она заскакивает, сносит яйцо, потом видит его и начинает бить. Это не сушка и наседка. Два типа битья яиц. А потом уже все кто видит, что если курица ест, они уже заскакивают и доедают. Помогают ей. То есть я пока не буду углубляться в этот вопрос, но это немножко не связано. хейтеров много на канале. Кому хейтеров? был один Олег Бычковский. Он из Беларуси, потому что он написал мне в последний раз белорусское слово, но я его понял. Если я знаю два говора, то я знаю естественный белорусский. заболела строгая курочка. у меня тут зарядка заканчивается. Это нормально? На моем? Да, на этом. Ну, это у тебя минут пять еще есть. Хорошо. Заболела строгая курочка, болезнь забитого желудка. Я определил, что забитый желудок чем-то, что-то она такого съела, что ей не давалось кушать дальше. Я ее тут написали Магомед Шахбанов написал проще забить. Но дело в том, что мне было ее очень жаль, так как белых кур я хочу именно, чтобы получилась такая порода. И они действительно получаются как порода. Они все одинакового цвета и они очень пушистые такие. Мне нравится, как они пушистые, что они пушистые и что они такие нахохленные. То есть, зимой им будет теплее. И ее было очень поздно забивать. То есть, она уже была так скажем, сверхлегкая. Там взять на руки меньше килограмма веса. Была такая курица, что я взял ее, она практически никакая. Я ее сварил куром и в общем отдавал куром. То есть, не было вообще смысла. Я решил попробовать выкормить ее. Выкормить получилось с помощью птичьего цыплячьего комбикорма, так скажем. Поэтому он там очень сильно перемолот, и она могла по чуть-чуть клевать. Он сладенький, такой вкусненький, и оно хорошо переваривалось. Сбор малины для чая. Вот А. Ньютон написал о листе вишни вкуснее. Можно делать не только пить листья вишни для чая, а дополнительно еще малину добавлять сушеную или свежую. Это уже если сразу, то можно свежую. Если потом где-то зимой или весной сушеную, также можно покупать в аптеке, как это делаю я, траву подорожник, зверобой, потом что еще мята, мелиса, что-то было еще такое, добавляли, в общем выбирайте сами какие вам нравятся травы, если вы хотите чтобы оно все было еще дополнительно крепкое, покупайте зеленый чай, но если вы любите черный, покупайте черный, сыпите все это в разные пропорции, кушайте, пьете с разным количеством, и оно получается каждый раз немножко вкус другой, что я и рекомендую делать. Ну опять же про курочку, тут напоминает гельминтоз, про поитие листов, дело в том, что я сейчас у нас сильный корм идет кабачками, там написали, что кабачки не годятся, годятся только семена, дело в том, что если семена имеют какие-то свойства, практически такие же свойства имеют только в меньших количествах сама мякоть, таким образом я избавился от гельминтоза, это от паразитов кишечных, у цыплят я их кормил натертые на терочку кабачками, кабачки и тыквы, арбузы у нас еще называют, в любой момент можете забить курочку на старое, то есть или год, или два года, я точно не помню, ее в принципе бессмысленно, у нее даже лапы, вот эти лапки, которые покрыты чешуей, там где пальцы, настолько утончили, что даже сжались, то есть она была очень плоха, и обычно эти куры у меня слабо кушают, они несутся редко, но довольно крупные яйца, вот почему они мне нравятся, а здесь она ела крайне мало, и а то было даже, что вообще стояла отдельно и не шла к еде. Я сначала так не обратил внимания, а потом уже когда увидел, то она была уже сверхлегкая, так скажем, но если вы видите, что куры не все одновременно идут к кормушке, а какая-то остается отдельно, то следовательно надо сразу на ней обратить внимание. Вот фейл, как говорится, вы часто путаете клички этих петухов. Да, я путаю кукареку и карапуза, дело в том, что они оба на К, карапуз, кукареку, и поэтому не совсем на одно лицо, но как бы похоже немножко, и возможно после линьки кукареку станет, так они и есть азиаты, куры с Азии, всегда до Китая, поэтому не знаю, как там насчет одно лицо, но просто путаю клички, не обращайте особо на это внимание, все может быть, я даже название писал, немножко перепутал, а потом исправил. Рефери был бы интереснее безымянного, когда покажете бои, боев пока не будет, пока обойдемся без боев, придется потерпеть, извините, но все зависит не от меня. Вот интересное предложение от Андрей Игошин. Добавляйте в описании под видео с петухами примерно такую запись. Видео создано исключительно с целью знакомства с поведениями аспектами, с поведенческими аспектами и характером кур. При возникновении угрозы жизни и здоровья птицы, петухи всегда разнимаются, все куры ухожены, живут в комфортных условиях и полноценно питаются. Да, конечно, это хорошая вещь. Я такое, я скопирую, ну там будет у меня компьютер, я это скопирую и буду добавлять под все видео. Ну, то есть, внизу будет такое описаться. Но пока обойдемся без боев. Ну что, еще красное светится. А там других цветов не запланировано. белое. Так. Оно красное, а потом все, бац, вырубается. Да. Да. Возможно, будем заканчивать. Стрим осень опадает перо, ответы на вопросы. Если вам понравился этот тип контента, конечно, там звук был плохой, я постараюсь сделать все-таки лучше. Но я хочу вот такого типа делать дальше видео стримы. То есть, ожидания, пока ожидания, буду выдавать какую-то информацию, а затем буду читать ваши вопросы. Так что, вы можете заходить, задавать вопросы, ну, или просто там приветствовать всех смотрящих. и таким образом будет происходить стрим. Когда будет стрим, я не знаю. Определенное время я не планирую, потому что жил бы я в городе, это было бы проще. Я бы мог определить какое-то время, настроить себе. Все. Все. Конец. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.